этот сюжет мы начинали писать прямо во время очередной людоедской ракетной атаки путинского неурейха на этот раз серия прилетов случилось во львове где якобы скрепные и духовные нелюди убили сразу трех детей у властному будинку загинула цела семья мати трое донюк в живых и мы даже потратили некоторое время чтобы посмотреть расскажут ли простым россиянам что они проживают в стране дети убийц все-таки раньше местные топ-пропагандисты очень любили именно на детских жизнях спекулировать там каждый день гибнут люди там погибли тысячи мирных граждан там у тысячи детей оторваны руки и ноги тысячи детей похоронены в маленьких гробиках но как вы наверное уже догадались о трагедии во львове глубинному народу не сказали ни слова куда ни включи везде пораженные базы наемников биолаборатории и натовские войска в трусиках да и правильно на украинских же детях пиара не сделаешь зато можно позорно кукарекать об ударах возмездия мол нынешние прилеты по мирным жителям это ответ за курскую область промышленные предприятия электростанции в незалежной блэкаут такое дипломатическое решение это атака российский удар возмездия за вторжение украинской армии в курскую область смотрится такая пропаганда максимально жалко и рассчитана на самых тупых если что россия явно также било по львову киеву и другим городам украины на протяжении многих лет то есть еще до боевых действий в курской области сегодня основа массированный удар в том числе по украинской столице с использованием российских будем их так называть российских беспилотников герань-2 даже если в этот дом попала наша ракета для меня вот лично для меня это не меняет вообще ничего приятно не буду скрывать приятно но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой днепровский мост а нынешние попытки карманных останкинских болванчиков натянуть сову на глобус это не что иное как попытки переложить проблему с больной головы на здоровую ну а еще показать зет патриотом что царь батюшка якобы страшно наказал хов за перенос войны на территорию россии совершено нападение на международно признанную территорию российской федерации курск это не донбасс они этого не признают но курск они признавали за международно признанную территорию поэтому с моей точки зрения у нас сейчас полностью развязаны руки к тому чтобы перевести конфликт из того состояния которое он сейчас эта операция по проживанию миру полноценные боевые действия против страны противника божечки вот каким самим не смешно 2024 год скоро концу подходить будет а убогие до сих пор таскаются с темником мы еще не начинали это дает возможности наносить удары по любым объектом не только инфраструктуры но например по объектам политического управления в нынешней ситуации надо переходить более активным действием используя все возможности которыми обладает наша страна стоит ли напомнить что все эти угрозы ничто иное как жалкий трёп беспомощной страны которые все виды вооружений кроме ядерки давно применила но результата как-то незаметно причем незаметно настолько что ровно в этих же студиях вдруг заговорили о захвате всей украины 2027 или даже 2029 годам насколько продержится украина помните в ряде документов европейского союза мелькало понятие двадцать девятый год то есть европейцы готовы будут двадцать девятому году они могут передвинуть этот срок сейчас пытаются его ускорить к двадцать седьмому году то есть украинский конфликт необходимо решить до этого времени а что такое ребятки нам кажется или вы подсдулись маленько собирались за три дня победить а теперь войну на семь лет прогнозируете да и перед неким опти аллаудиновым откровенно неудобно получилось кадыровец ведь публичное окончание с во через два-три месяца пообещал я думаю что ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении а полностью все слоу а тут такая подстава с другой стороны все мы знаем что память у глубинного народа как у рыба гуппи в одно ухо влетела другое вылетело да и смысл какие-то там обещания запоминать когда голову каждый день новым мусором забивают например конкретно сейчас следуя тактики сам дурак пропагандисты очень любят охать и ахать из-за прилетов по белгороду белгород сегодня не спит 6 утра украинские боевики в очередной раз атаковали спящих белгородцев и ты смотришь и не веришь своим глазам вот как их молнии прямо в студии там не фигачит это то же самое если бы серийный маньяк убийца получив разок в челюсть заявление в полицию писал бы скажем черти бьют кабами и баллистическими ракетами по жилым районам харькова уже несколько лет только недавно попали в дворец спорта гипермаркет парк и ряд жилых домов и у них после такого поворачивается язык повизгивать а нас то за что то есть ты называешься бандеров что ты должен делать так кроме как убивать мирняк с другой стороны а чему удивляться по уровню цинизма и фейков россиюшка давно впереди планеты всей причем убогие дошли до той чудесной стадии что сами признаются мол да во время войны правда и не нужна я понимаю в условиях войны не надо всю правду говорить более того вполне возможно надо говорить какую-то и не правду которые в твоих интересах вот так признание что же вы раньше людям прямо противоположное говорили витязей в тигровых шкурах из себя корчили мы как раз говорим правду видимо уровень доверия к телеку падает с такой скоростью что устраивать спектакли уже не имеет никакого смысла а потому пропагандисты не стесняясь заявляют мол да мы врём надо говорить какую-то и не правду которые в твоих интересах а людей которые мешают врать соловьев и компания предлагают арестовывать это безумие какой-то когда люди ради собственного вот смотрите вот пять утра он стоит наблюдает откуда он знал что там надо быть пять утра именно туда снимать но сразу можно брать он очевидно работает на украинские спецслужбы а то из чего холопы вздумали снимают удары по стратегическим объектам показывают всему миру беспомощность путинской армии это же никто после такого не поверит что в россии якобы лучшие в мире пво у нас в общем то лучшие пво это признают все все наши комплексы там и начиная сейчас вот с 500 на подходе с 400 300 бук тор панцирь все очень эффективно ну да лучшие в мире только дроны в су пару тысяч километров до мурманской области уже пролетают да и москва красиво сбивает украинские птички прямо нефтяными гигантами и как же забавно после подобных прилетов наблюдать за попытками останкинских шизиков сломать правду через колено послушайте вот в каком ключе рублевые болванчики комментировали уничтожение целого ряда энергетических объектов в южных регионах россии таких нефтебаз в любом совхозе где-то если где-то есть какая-то скопище техники то есть где-то хранилище какого-то горючего которые даже в принципе прикрывать никто не собирается их тысячами по стране разбросано подается это так как будто вот что то там уничтожить что кому не ясно оказывается та же огромная нефтебаза в пролетарске и не нужна была особо видимо дотационная была а потому пропагандисты сравнивают объект который россия строила 15 лет вот что осталось 15 лет строили за неделю ухондополе с будкой для сторожа мол их обы что подожгли и бегают теперь как дурачки и радуются и где-то что-то там упала где-то что-то загорелось там будка сторожа у меня вагончик с заначкой там или еще что-нибудь и тут же пони тут же несется по всем этим вот горит целый нефтеперерабатывающий комбинат и что тут скажешь подобная риторика нас более чем устраивает пусть и дальше делают хорошие мины при плохой игре ведь холопы ж сейчас слушают и головой кивают мол для россии такие прилеты сравнимы с укусом комара а потом оп и неожиданно то с горючим для посевной и уборки урожая проблемы аграрии беспокоиться как будет с топливом там какие-то решения всегда принимаются правительством и так далее и тому подобное поэтому вот эти атаки они ставят своей целью именно нанесение ощутимого экономического ущерба россия не только в области а переработки нефти экспорта нефтепродуктов это само собой да и с бензином правительство рф видимо от нечего делать ограничения вводит в целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов говорила в письме отправленном главе правительства то есть чем наглее пропагандисты сейчас врут по телеку тем болезненнее в будущем будет разочарование и это кстати не только ударов по энергетике касается дело в том что кремлевская пропаганда изрядно распустила перья и по ситуации на фронте куда ни включи везде они такие победители что мама не горюй на донбассе у нас действительно продвижение ежедневное продвижение у нас получается так что практически каждый день мы или берем под полный контроль несколько населенных пунктов или хотя бы начинаем ходить в их окрестность естественно при такой подаче материала не обходится без сладких обещаний так продвижение оккупантов в районе покровска мирнограда и селидова вызвало в московских студиях небывалую эйфорию это в принципе на донбассе у нас действительно все очень хорошо и это радует додики чуть ли не вокруг люстр летали от счастья а потом не постеснялись заявить якобы вся донецкая область станет частью россии до конца года если вот такой прогресс сохранится я думаю что до конца года можно будет уже говорить о том о полном полной зачистки донбасса от присутствия украинского сапога и все бы это было хорошо и прекрасно но ровно такие же речи мы где-то уже слышали например от гауляйтера всея днр единицкий пушили на который феврале 22 года грозился выйти на границы донецкой области за два дня до выхода на административные границы причем какие донецкой бывшей области так и луганской бывшей области остались считанные дни и таки хочется уточнить ну как там дела вышел а то уже 2025 не за горами а вы лишь продолжаете обещать и это конечно не означает что россиян нужно закидывать шапками они действительно сейчас в районе донецка сверхусилия прилагают но в то же время все запоребриковые страшилки и угрозы это точно не повод истерить и паниковать ведь давайте прямо пропагандисты сейчас акценты на донецкой и харьковской областях не просто так делают основные бои сейчас ведутся под волчанском по самым скромным подсчетам противник нагнал туда около 50 тысяч человек но даже при таких условиях ни о каком контрнаступлении речи быть не может при нынешнем соотношении сил высыл могут только сдерживать оборону удодиков стоит простая как дверь и задача отвлечь холопов от курского направления там несмотря на обещание герасимова продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлен операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу и подобные реляции кадыровцев россия продолжает сдавать территорию так буквально на днях после долгого и неумелого вранья российские военкоры признали утрату населенного пункта малая локня немного нехорошо в курской области но пока молчим малая локня оставлена нашими силами то есть стабилизировать фронт россияне не могут и рано или поздно тайное станет явью как бы ни старались пропагандисты и вот тогда к тем кто врал за патриотом прямо в глаза могут возникнуть неудобные вопросики и да лично у нас нет никаких сомнений что с такой информационной политикой как сейчас в россии рано или поздно никакие бандеровцы или международные суды не понадобятся а с останкинскими фейкометами под одобрительный гул толпы разберутся их же зрители те самые зрители которые федеральные каналы годами растили на ненависти но бумеранг как известно имеет свойство возвращаться бумеранг ненависти в том числе и хорошо что все эти соловьёвы скобеева и прочие симоньяны этого пока не понимают просто когда поймут будет уже поздно и это будет тот особый случай когда негодяи получат по заслугам а справедливость восторжествует